Здравствуйте всем! Это видео, надеюсь, будет интересно всем, кто живет и работает в Англии полгода или дольше. Извините, я сегодня болею. Немножко хуже говорю, но потерпите. Как вас могут кинуть с налогами в Англии? И вы можете стать должником по налогам на долгие годы или до конца своей жизни, как минимум. Кто приезжает жить и работать в Англию, первое, что обязательно нужно сделать, это получить национал иншуранс. Это важнее, даже чем наличие паспорта в Англии. Но также желательно зарегистрироваться на веб-странице сервиса HMRC. Ссылка на веб-страницу сервиса HMRC будет под этим видео. Но не просто зарегистрироваться, но и хотя бы примерно раз в два или три месяца заходить на свою страницу и тщательно проверять какие-либо изменения. Потому что может произойти очень, мягко сказать, очень неприятная история. Любой злоумышленник, зная номер вашей карты National Insurance, может зарегистрировать на ваше имя какой-либо бизнес или зарегистрироваться как самозанятое лицо. И даже легко изменить ваш адрес проживания и номер телефона, так как сервис HMRC еще живет по канонам начала 20 века и какую-либо информацию высылает только письмами на ваш домашний почтовый адрес, но никак не на e-mail. То через какой-то промежуток времени, примерно, что хуже всего, через несколько лет вы можете обнаружить в своем пайслипе, который получаете от работодателя, если вы работаете по найму, изменение налога в несколько раз в сторону увеличения. Например, вместо такс-коды базис 1257L будет стоять такс-коды К1320 или К1389 или еще какой-то номер. Это уже не так важно. Это будет означать, что вы уже должны государству несколько десятков тысяч фунтов в качестве налога за несколько лет со своего бизнеса, который вы даже не открывали и не могли знать о его существовании. Так как вам не приходили письма и не могли прийти, так как ваш реальный адрес был изменен кем-то. Вы даже не догадывались. Да, конечно, вам могли позвонить и вы не ответили, но на многих работах в Англии запрещено носить с собой телефон. Но они могли позвонить, как правило, в рабочее время, то есть в то время, в которое работаете и вы. Вы не ответили. Они поставили галочку в себя, что позвонили. И то, что вы не ответили, это уже ваши проблемы. В чем же проблема может состоять? Как я понимаю, данными вашей карты National Insurance может легко воспользоваться, например, нечестный работодатель или его окружение. Например, возможно, ваш стим-лидер. А они, к сожалению, очень часто меняются. Например, на моем веку уже, наверное, их было штук 20, на котором я здесь работаю. А может и больше. Да и сервис HRMC не сильно внушает личным недоверие, так как лишь сравнительно недавно они сделали привязку ваших данных к телефону. Но это, в общем-то, не очень сильная защита от злоумышленников. Так что на данный момент самое наилучшее решение это периодически проверять вашу личную страницу сервиса HMRC. Обязательно проверять свой почтовый адрес, где вы реально проживаете. И еще лучше обязательно проверять self-assignment, то есть как бы самооценку. Есть ли на вас какое-либо зарегистрированное предприятие и какая сумма налогов вам выписана, чтобы потом заплатить в срок эти налоги и не попасть под штрафы. Иначе вы можете стать должником по налогам практически навсегда и работать на покрытие налогов всю оставшуюся жизнь. Даже не зная, кто так подставил вас. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok